Поп-арт в чистом виде. В Ивановском музейно-выставочном центре открылась экспозиция работ известного американского художника первой величины Энди Уорхола. Серия картин «Вымирающие виды» состоит из десяти полотен, которые король поп-арта создал в 1983 году по просьбе друга и зоозащитника Рональда Фельдмана. Энди Уорхола, используя технику шелкографии, используя действительно яркие цвета и большие размеры, хотел привлечь внимание людей к тому, что нельзя относиться к животным так, нужно их наоборот охранять. На полотнах портреты амурского тигра, черного носорога, африканского слона. Все они занесены в Красную книгу. Парадоксально, но у этих животных нет естественных врагов, только человек, а вернее браконьеры, которые охотятся за ценной шкурой или бивнями. В свое время выставка произвела настоящий фурор и подтолкнула общество к созданию зоозащитных организаций. Еще один американский художник, представленный на выставке, Рой Лихтенштейн, также работал в стиле поп-арт. Во время того, когда он был действительно на пеке популярности, в американском журнале вышла статья «Не является ли он самым худшим художником Америки?». Его творчество долгое время не понимали, поскольку он действительно брал за основу комиксы, которые были популярны в 60-е годы. Частые герои работ Лихтенштейна – американский солдат и привлекательная блондинка – символы комикс-культуры. По соседству популярная полотна у Орхола – Мерлин Монро, Владимир Ленин и Бетховен. Выставка будет открыта до 2 октября.